На стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» сыграл заключительный матч домашней серии игр Суперлиги в 2019 году. Соперниками «Мурмана» стала одна из сильнейших команд высшего дивизиона отечественного «Бенди» – хоккейный клуб «Енисей». За ледовым сражением наблюдала Элина Ким. Перед игрой на стадионе «Строитель» шумно и по-праздничному весело. На трибунах задолго до начала матча занимают места преданные болельщики хоккейного клуба «Мурман». Поддержать свою команду, против которой выступит красноярский «Енисей», пришли как опытные зрители, так и совсем еще юные любители хоккея с мячом. Я стараюсь не пропускать ни одного матча. Болею, очень болею за команду «Мурман». И желаю им успехов, побед. Мы с ними, «Мурман», мы с тобой! Как думаете, победит команда сегодня наша? Да, конечно. Чего ждете? Интересного яркого хоккея. Приехали звезды мирового русского бенди, ломанов, шведы. То есть сегодня, ну, можно сказать, праздник хоккея. Почему привели внука? Пускай приобщаются к спорту. А вы тоже болельщик? Болельщик, да. Чего ждете сегодня от игры? Нормально матча. Нормальные игры, хорошие игры и выигрыши. А ты за кого болеешь? За Мурманск. Почему? Потому что я сама... Ну, потому что мы в ней родились. Почему пришли такие наряды? Потому что Янисея сильная команда, чтобы поддерживать Мурмана. Ага, то есть ты уже знаешь, да, что Янисея сильная. Как думаешь, победят наши? Наши, я думаю, победят. Но Янисея у них 5 золотых, 15 золотых медалей, и они чемпионы мира. До начала игры остаются считанные минуты. Болельщики делают последние штрихи боевой раскраски и проверяют исправность в узел. Принято считать, что чем громче и слаженнее будут гудеть и кричать речевки фанаты, тем больше шансов на победу. Мурману предстояло непростое сражение. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Гости вторые, мурманчане 12-е. Мы ждем от наших ребят, прежде всего, настрой борьбы. Вот мы понимаем, с кем мы играем. Там половина чемпионов мира неоднократных. Все понимаем. Разный класс. Но игра Динамо показала, если мы очень хотим, если поддерживаем болельщики, мы все можем и на все способны. Поэтому сегодня будем болеть в два раза больше. Начну с того, что все, кто находится в лидирующей, в тройке-четверке, имеют великолепные стадионы, крысые стадионы. Красноярская двадцать суда. Московская Динамо-2 имеют один стадион. Архангельский годник в десятки лет. Байкал сейчас вводит энергия иркутская. Действительно, для того, чтобы лидировать в этих играх, надо иметь хорошую базу. С первых минут начала игры гости из Красноярска стали искать возможность прорвать оборону нашей команды. Северяне отлично играли в защите, но Енисей удалось забить пару голов. На 31-й минуте Илья Пономарев провел успешную атаку и забил первый гол ворота красноярцев. После Енисей перешел в оборону и не давал возможности мурманчанам подобраться к вратарю. В конце первого тайма противник успел забить еще один гол, тем самым завершив первую половину матча со счетом 1-3. Вторая половина встречи оказалась крайне напряженной для Мурмана. Соперник крепко держал оборону, при этом не забывал играть в нападении. Красноярцы совершили серию успешных атак и вывели команду вперед, забив еще три мяча северяна. Не обошлось без нарушений в штрафной зоне Мурмана и судья назначил пенальти. На 74-й минуте капитан команды «Северян» Петр Захаров успешно пробил в створ ворот соперника. Под конец матча красноярцы закрепили результат, забив очередной гол. Свисток обозначил завершение игры в пользу Енисея 2-7. Я очень доволен этой игрой сегодня в плане качества игры, когда у нас был шарик. И очень доволен обороной сегодня, потому что я считаю, что мы сыграли лучший матч в обороне сегодня. Так что я доволен игрой. Забили мы 7 мячей. Если бы доиграли эти моменты, могли бы больше забить. Были хорошие моменты, которые мы не доиграли. Но будем над этим работать. Они очень здорово сыграли в обороне. Практически нам не дали создать никаких моментов. Ну и плюс исполнительское мастерство атакующей линии Енисея предопределило исход сегодняшнего матча. Ну и когда мы еще, так сказать, помогаем Енисею взрывать мячи в нашу ворота, то понятно, что нам тяжело играть с такой командой, как Енисея. Хоккейный клуб «Мурман» все так же имеет в своем активе 5 очков и занимает 13-е место турнирной таблицы Суперлиги. Следующую игру северяне проведут на выезде в Хабаровске против лидера текущего сезона хоккейного клуба «СК «Нефтяник». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok